Чарующий перезвон и пасхальная радость. Фестиваль колокольного звона собрал 20 лучших мастеров со всей России. Это звонари из Москвы, Подмосковья, Рязанской, Ярославской и Владимирской областей. Ферсановский благовест. Именно так называется фестиваль, который прошел в Георгиевском храме. Хотелось, конечно же, чтобы все услышали, узнали о том, что есть великие русские мастера колокольного звона. Цель, прежде всего, это познакомить людей с нашей русской культурой, звонарного мастерства, чтобы люди услышали и, конечно же, прославили Господу. О целебных свойствах колокольного звона известно немало. Он лечит сердца и успокаивает души. В пасхальную неделю любой желающий может получить благословение и в сопровождении звонаря подняться на колокольню. Идея провести фестиваль колокольного звона принадлежит Мариане Савенковой. Она звонарь храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Это ремесло она освоила 10 лет назад, после паломнической поездки в Суздаль. За эти годы в совершенстве владела навыком, смастерила переносную звонницу, а еще инициировала реставрацию храма и строительство новой колокольни. Мариана Савенкова участвовала во многих фестивалях и слышала разные звоны. Этот опыт помог ей организовать праздник в Ферсановке. Мы собрали очень большой состав и очень таких знаменитых, если есть подходит такое слово, к звонарям. Представитель Данилова монастыря не такую техничную, очень достаточно выбирает технику звона. Если говорить о Ярославской школе, то это более такая мелодичная, насыщенная, торжественная. Ну и вообще, конечно, у каждого звонаря должен быть свой звон авторский, он раздается изнутри. Можно владеть всякими техниками, но этот звон должен быть обязательно от души и от сердца. Одна из самых опытных участниц – Галина Филимонова. Она руководитель ансамбля «Колокола России» и звонарь храма Всемилостивого Спаса в Москве. Дирижер по образованию, лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка России. 55 лет жизни она посвятила творчеству и, кажется, знает о своем ремесле все. У каждого звонаря своя колокольня, свой набор. И он по-своему звучит всегда. И ты сразу определишь, что это, например, такое-то колокольня. А то, что свои, ну и есть, например, у меня есть такая моя фишка под названием «Фишка». Не буду говорить, но я ее назвала «Московский Спасский звон мой». Несмотря на прохладную погоду, многие жители Ферсановки и окрестности приехали специально на этот фестиваль. В перерывах между выступлениями звонарей звучали патриотические песни в исполнении фольклорного ансамбля «Звонцы». Еще одна участница из химок – Маргарита Крупко. Однажды на пасхальной неделе она поднялась на колокольню и тогда поняла, что хочет стать звонарем. Уже около 15 лет Маргарита бьет в колокола Георгиевского храма в Ферсановке. Очень радостно, когда человек приходит в храм и говорит, а какой праздник сегодня, потому что слышит звон, вот его прям в храм ведет. Но мне почему-то такая радость всегда в душе такой трепет, что мне хочется вот этих вот людей звать. Ну идите, ну посмотрите, ну послушайте, служба, храм, звон, все, что надо для души. Украшением праздника стали работы скопинских керамистов Ирины и Александра Якушиных, а также рязанского скульптора Раисы Лысениной. Я несколько лет выставляю работы на открытом воздухе, свои православные работы. Они, во-первых, они в тему украшают звон, то есть музыка и скульптура – это почти едино. Моя любимая тема – это Петр Феврония. И две скульптуры здесь стоят из известняка, нашего российского родного известняка Петра Феврония, и чудо о процвешных деревцах. Фестиваль «Ферсановский благовест» дал старт доброй традиции. Теперь его планируют проводить ежегодно. Юлиана Мазырина, Вильфрид Дембковский, Новости Химки ТВ.